У нас первая часть прошла и вообще по всему продукту. Здесь есть Юрий Тушинский, технический директор, Вадим Думброванов. Мы можем попробовать поотвечать на ваши продукты не только потому, что вы слышали в последних докладах, а вообще потому, что выпускалось по истории, по продуктам. Может быть, почему мы делаем таким образом, потому что иногда бывают такие любопытные вопросы, а еще больше всех озадачивают ответы. Почему вы пошли вот так, почему пошли таким путем. Давайте воспользуемся этой возможностью. Во-первых, пообсуждаем, пообщаемся и поотвечаем на вопросы. Здравствуйте, Евгений, компания Elephant. Вадим. Вопрос такой. Вот дескопное предложение, чат. Можно сделать такой функционал, как в скайпе. Нажал print screen, control V, картинка ушла. Было бы здорово. Да, я думаю, что со временем это появится, но пока не хватает ресурсов. То есть функция полезная, но… И простая. И простая. Может быть, Жень, можно как-то сделать API или еще что-нибудь, чтобы партнеры сделали такую штуку, я не знаю. Или это все прям вшито внутрь. Ну, пока не успеваем. Спасибо. Спасибо. Сереж. Сергей, Сергей, Сергей. На самом деле у нас есть человек, который сделал уже… Ближе микрофон. Сделал уже приложение с помощью чат-апи. Да. Показал. Единственное, у него не работает. Мы что-то недовыпустили на B324. Серьезно? Это террорист. То есть приложение правильно, а у нас неправильно. Я посмотрел приложение все верно. Ну тогда, я так понимаю, два ему приза должно получиться. За то, что он еще нашел, что не работает. Ну, представь коллегу и вручай подарки. Давайте поаплодируем. Наш заслуженный партнер из софт-баланса, Василий, поздравляю твою команду. Я так понимаю, что два года будет в скором-скором времени, да? Да, но на самом деле сделал это все дело не я, это коллега, который сейчас сидит у нас и смотрит в онлайне трансляцию. Это я ему повезу. Вот, так что спасибо ему, Ваня, это молодец. Большой привет ему передавай. Обязательно, спасибо. Так, ну давайте по вопросам. Вадим, обзаведись микрофоном, если есть. Добрый день. Тимофей, компания алгоритмов. У меня такой вопрос. В принципе, кто-то, я думаю, уже знает, да, уже пообщались по поводу того, что мы активно используем телефонию на своем портале. Да. Можно как-то реализовать, чтобы коды приходили не по штуке на тысячу, а сразу пулом? То есть, допустим, я заказываю там на 20 тысяч телефонии, мне приходит один код, я его активирую. А то 150 раз в месяц это очень напряженно. Вообще мы, мы же с Коньковом обсуждали не раз эту идею, и чего? Мы думали об этом, и у нас нет никаких ограничений, чтобы сделать новый товар. И Коньков не возражает выставить позицию на продажу? Мы сделаем отдельный чек 150 тысяч на телефонию для вас. Можно поменьше, потому что тогда долями. Ну давайте уже, ладно, по 150, ну что вы в самом деле. Просили, мы сделаем. На самом деле есть такая проблема, ну может тысяч по 5, наверное, сделаем, может там побольше, да, по 10 или по 20. На самом деле объем телефонии растет, объем телефонных звонков растет, и это хорошо. Пожалуйста, вопрос. Клиенты спрашивают часто, файлы в сделках, то есть вот сейчас есть возможность только дополнительным пользовательским полем сделать. Хотелось бы вот как в задачах, то есть чтобы прям файлы с диска подтягивались в сделки. Потому что большая база, например, договоров, в CRM все заводится, а договора неудобно. Менять, например, просматривать. Ну, микрофон, Вадим, ответишь? Давай, Максим, тогда ты. Максим говорит, что не всем нужны файлы, по умолчанию. Именно поэтому есть возможность путем пользовательского поля добавить. Ну файлы-то нельзя с диска подтягивать. Это, наверное, момент. А у нас разве там не стандартная форма комментариев, нет? Нигде там ничего нет? Ну вот как в задачах реализовано сейчас вот очень здорово. А в задачах что там такого? А в задачах можно прям подтягивать из диска, да. Да-да-да, понятно. И онлайн редактировать, соответственно. Ну, пользователи с удовольствием используют поля для CRM. Слушай, ну логичнее, конечно, с диска заразгибать. Мы видим, что создает огромные формы, в том числе и файлы. Поэтому, ну как бы, кому надо, те создает поля типа файл. Так, спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сергей, я немножко о наболевшем, наверное, и риторический больше вопрос. Из далека зайду. Ну вот раньше, некоторое время назад, когда было меньше функционала, меньше продуктов, релизы выходили два раза в год. Можно сказать, сразу после поднеской конференции можно было примерно понимать, когда новый функционал ожидать. Теперь это происходит гораздо чаще, и, к сожалению, происходит вот такая задержка. Вот анонсировали, красиво рассказали, да, глаза загорелись, все просят, все бока синие у меня, когда, когда. Всем, говоришь, обещали до Нового года новые задачи с интеграцией по e-mail, с внешними, значит, сотрудниками, клиентами. Восы ныне там. Собственно, вопрос. Может быть, есть какие-то планы? Вот, допустим, там с течением времени вы как-то уходили сначала там в разработку, наработку функционала, потом качество, потом там производительность и прочее. Вот, может быть, есть какие-то идеи по тому, как синхронизировать маркетинг и, собственно, выпуск? Потому что мы тоже как бы стараемся пообещать, зацепить клиента новой фичей. А фича, допустим, в данном случае очень крутая, и она прям очень много более решена. Ну, я попробую директорски ответить. У ребят есть много технических аспектов, как можно отвечать. Без сомнения, это этап роста. Мы уже проходили подобные вещи. Связано во многом и с масштабированием, и с совмещением нескольких больших проектов, задач по e-commerce, большая реконструкция, и по продукту внутри. Мы видим пути, как мы можем решать на этом этапе, и с увеличением персонала, и с изменением процесса внутри. И мы внутри, конечно, обсуждаем, что эта ситуация неправильна, она очень некомфортна ни для нас, ни для вас, ни для клиентов. То есть мы понимаем, что это неправильно, мы постараемся эту ситуацию изменить. И внутри мы над этим уже работаем. То есть я думаю, что в этом году мы должны справиться с задачей. Мы и людей набираем, у нас там целый пул вакансий сейчас есть, и с процессами стараемся разобраться. В общем, будем стараться, чтобы разрыв этот минимизировался. Вообще его совсем удалить не получится. Если вы, кстати, обратите внимание, в какой-то момент у большинства, не знаю, софтверных продуктов наступает время, когда уже нужно отдавать партнерам на тесты, или вообще нужно начинать более масштабное тестирование. И после анонса, ну это от одной до четырех недель, вот этот лак, он в принципе, ну как бы боевой, нормальный. Он сейчас у нас очень большой. Но вот где-то в районе месяца, я думаю, что мы сведем этот разрыв. Конечно, чтобы, во-первых, сроки попадать, потому что мы целимся. Тут еще мой, конечно, оптимизм частенько больше, чем оптимизм. Ребята, они понимают, что нам хочется сделать единую картинку, стараются, но вот… Нам тоже очень хочется, но не всегда получается, потому что иногда проект может зайти по стадии достаточно далеко, и мы понимаем, что что-то не то. Приходится переделывать, возвращаться, это вызывает сбои в процессе производственном. Но в итоге все направлено на то, чтобы получить лучший результат, тот, который мы хотим, а не так, чтобы сделать и отдать то, что есть. Иногда и поэтому бывают задержки. Вообще, конечно, да, все равно окно нужно минимизировать. Мы в этом году будем рады над этим работать. Спасибо за терпение, на самом деле, что так бережно относитесь к нашим косякам в этом. Так, пожалуйста, вопрос. Ну вот я сразу хочу ответить, не первый раз задавали вопрос насчет пользовательских поля задачам. Через REST IP их можно туда добавить и дальше пользоваться. Я пробовал, действительно получается. У меня вопрос немножко дальше. А вот рядом стоит человек, который к этому имеет прямое отношение. Вот, вопрос немножко дальше. Поле мы пользовательское создали, заполнили туда данные для задачи. А теперь мы хотим Иванову разрешить смотреть это поле и менять, а Петрову нет. Там или смотреть, или менять. И следующий шаг, да, там, пользовательские поля у задачи сделали. Ну это большое усложнение. Сделать отдельную таблицу, которая говорит на это поле кому какие поля. Ну усложним мы. Вот реально, кому еще нужна такая штука? Когда нужно прям одну колоночку расписать по правам? Ну очень специфически как-то. Почему специфически? Допустим, мы к задаче добавляем какие-то данные, которые может отмечать только юрист. Или только там, допустим, я не знаю, продавец. Или не надо кому-то там из сотрудников видеть информацию, которую прикручивают к задаче. Потому что даже раздел Вики, да, у нас опять же нет разграничения, какие странички можно смотреть, какие нельзя. Не знаю, мне кажется, что это как-то нужно или с бизнес-процессами, или с разными задачами делать. Но вот это уже как-то сложная архитектура получается, когда мы должны на каждую колоночку, на каждое поле иметь возможность назначать права, чтение, чтение, запись, запись. Записать и не посмотреть. Ну как-то… Система растет. Давай подискутируем. Вот еще раз сошлюсь пообщаться с Антоном. Мне кажется, ты его уже пробовал убедить, но он мне кажется… А чем вас не устраивает использовать обычные роли в задаче? Постановщик, наблюдатель, исполнитель? Микрофон, давай, Антон, не слышно комментарии. Можно ли этой роли запретить какие-то поля видеть, какие-то нет? Запретить конкретные поля нельзя, но вы можете запретить доступ к всей задаче. Вы знаете, вот как раз сегодня приходили клиенты и обсуждали, у них была задача, они обсуждают, нужно ли делать такое в CRM. Ну вот как бы есть колонка, сделка есть, а вот на сумму мы хотим закрыть. В принципе, возможный сценарий, но тоже он может оказаться слишком сложным. И часто ли мы будем настраивать? А в этой сделке надо, а в этой не надо? Может возникнуть переусложнение, которое, в общем, сделает и систему неповоротливой, и реально будет очень редко пользоваться, использоваться в жизни. Ну, я думаю, что это отдельную дискуссию надо устроить. Попробую еще сторонников найти. Потому что пока один ты говоришь об этом, давай ищи тех, кому это важно, послушаем разные аргументы. Пожалуйста, вопросы. У меня вопрос, Сергей. По удобству Bittrex 24. Когда происходит какое-то событие, звонок, письмо и так далее, так и хочется поставить задачу. Причем к этой задаче, чтобы это событие было привязано, чтобы была логическая связь. То есть это цепочка. Как бы сделать так, чтобы она была более удобней? Но мы будем сегодня в 16.5 говорить, как мы хотим дела переделать. Это вот в этой серии мы понимаем, что они немножко для другого вначале создавались, потом на них легли новые функции, и мы хотим, чтобы они были другими. Вот Юра как раз расскажет в 16.5, как мы планируем это переделать. То есть это неудобство мы видим. И еще раз продолжение. Я видел, добавили в CRM, теперь лид можно добавить, объединить с контактом. Но как-то коряво там выходит. Чуть-чуть громче. Лид, когда идет звонок, непонятно, но потом видим, что это контакт, и его соединяем с контактом или с компанией. Но как-то коряво выходит, информация теряется. Это будет дорабатываться? Я не могу сказать. Юр, ты понял вопрос? Ну давай с Юрой обсудишь индивидуально. Хорошо, спасибо. Хорошо. Еще вопросы-ка. Спасибо. Возможно, имеется в виду создание на основе. В формах сейчас это сделано. Нет, нет, нет. Это при звонке, я так понимаю. Там была проблема раньше, что поля, созданные, например, для сделки в ВКонтакте, пользовательские. Не было их, не переносились. Сейчас при создании на основе автоматически эти же поля создаются, чтобы данные не терялись. Ну давайте отдельно потом пообсуждаем. Пожалуйста, вопрос. Добрый день, Андрей, веб-студия Кодекс. У меня такой вопрос. PHP 7.0. Будет ли и ведется ли работа по поддержке данной версии PHP? Да, будет, да, ведется. Там случилась одна неприятность. Один из наших классов попался в новые ключевые слова языка. Да, какой? Стринг. Это, пожалуй, самая крупная засада. Все остальные более-менее легко решаемые. То есть нам придется выпустить обновление, которое затронет все модули, которые это используют. Давай другое имя. Но в целом мы уже запустили на PHP 7 продукт путем урезания и подлатывания. Это вполне реально. Представляется, в течение месяца-двух мы можем это сделать. Пока вот межсезонье. Мы этим будем заниматься. Мы очень заинтересованы. Это снизит нагрузку на Bittrex 24. Да, кстати, по тестам получается… PHP 7 вообще прекрасный результат. По тестам именно на нашем продукте, в наших попугаях, получается, что где-то в 2-2,5 раза PHP 7 быстрее работает. Один и тот же экземпляр в 2,5 раза быстрее. Вообще это фантастически круто. Реально. Пожалуйста, вот я делал вопрос. Анастасия, первый бит. Такой вопрос. А у вас будет реализовано в сделках, что сделка будет привязана к нескольким контактам, потому что у многих клиентов есть такие запросы. Это первая часть вопроса, вторая часть вопроса. По сделкам будет использован какой-то функционал, что одновременно несколько менеджеров являются ответственным наблюдателем или соучастником сделки. То есть в сделку ведут не только один человек, а несколько. На первый вопрос да, это стоит в ближайших задачах. Мы понимаем это неудобство и хотим его устранить. А поотвечай. Там уже можно будет роль контакта указать. Контакт такой-то, он ответственный за что-то. Контакт такой-то, он директор. А по второму вопросу в ближайших планах. А вы уверены, что это нужно? На самом деле это примерно как с задачей. Хочу, чтобы было у задачи много ответственных. Права роли? Поотвечай, Юр, может быть, как вариант. То есть здесь нужно понять сценарий. Второе, как вариант, можно через роли. Загнать клиентов в определенную роль и дать права именно этой роли на просмотр конкретных лидов, например, или контактов. Нет, слушай, это не будет очень удобно, если у тебя много разных сделок, и тебе нужно 2-3 в разных сделках. Ну, это костыльно будет, я понимаю, как вариант. Надо определиться с функциями вторых. Ну, то есть 2 ответственных, в общем-то, не очень правильно. Поступил входящий звонок, кому мы должны направить, да? Как вообще в этом поступать? Ну, давайте проговорим с вами второй сценарий вот этих людей. То есть они для чего? Просто смотреть, просто наблюдать. Ну, то есть какие их роли, функции по отношению к этой сделке? Сейчас я объясню. У многих клиентов сделки ведут не очень просто, участвуют не только менеджеры по продажам. Одновременно могут участвовать аналитики, одновременно могут участвовать руководители каких-нибудь проектов или несколько продажников. Между ними разделяется фактически мотивация за вот эту сделку, так называемую, это у реальных клиентов. И получается, что нужно, чтобы это были соучастники этой конкретной сделки, чтобы они тоже выполняли задачи, чтобы они тоже выполняли по этой сделке звонки или еще что-то, чтобы потом в отчете суммарном, где мы видели, сколько задач и сколько всего было проделано по конкретной сделке, мы видели задачи по всем менеджерам, которые над ними работали, и поддельно каждому. Мне почему-то по описанию показалось, что если бы группу использовать для долгой сделки, для коммуникации, работы с задачей, как-то группу свисать с сделкой или с несколькими, это даже было бы ближе к тому, как вы рассуждаете. Потому что сделка это все-таки такой некоммуникационный лот, он в общем для учета, а группа, проект, это именно для того, чтобы агрегировать все, что происходит по этой части. Ну как-то они так вот. Может быть. Ну я знаю, о каком мы проекте говорим, мы отдельно пообсуждаем. Не об этом? Не только. У нас действительно есть у одних клиентов, есть такие запросы. Давайте поищем, может мы новое качество предложим. Может не внутри сделки ютиться, а может быть мы выработаем какой-то более гибкий вариант с проектом. У нас задачи-то уже связаны, может быть проект может быть в перспективе со сделкой связан. И тогда мы сможем легко между ними перемещаться. И там права гибче и так далее. Окей, спасибо. Пожалуйста. Здрасте, Андреан Афигель, Article Production. Такой вопрос про задачи. Битрикс такая демократическая компания, демократичная, поэтому при постановке задачи хочу указываю крайний срок, хочу не указываю. Хочу указываю плановый показатель, хочу не указываю. Хочу указываю подтверждение менеджером, хочу не указываю. Это классно, но не во всех компаниях это работает. В некоторых компаниях нужно, чтобы плановый показатель указывался обязательно. Крайний срок дедлайн по задаче указывался обязательно. Можно ли предусмотреть, может быть вы уже сделали в новом релизе, настройку обязательности заполнения полей при постановке задачи. Да, интересный сценарий. В принципе мы со сроком сегодня работаем через счетчик, но задачу можно сделать. То есть есть организации, считайте, которые прям вводят такие строгие требования и без этого никак, да? Да. И даже я вам больше скажу, вот у вас сегодня диаграмма Ганта была, очень замечательная штука для планирования по проектам. И очень хотелось бы ее увидеть в коробке как можно скорее. Она уже там? Да, но мы еще пока старую видели. И это может быть в обновлениях еще не пришло. И вот как раз то, что касается задач настройки, обработчики вешали, но они глючные получаются. Антон, что думаешь насчет настроек по задачам, по этим? Добавишь? Мне кажется, у нас задачи ориентированы вот именно на демократию, причем во всем. Да ладно. А все на то, что они не ориентированы, мы как бы отдаем уже на откуп вашим внутренним процессам в компании. То есть вы просто говорите своим сотрудникам, что они обязаны это делать. А вам не кажется, что если там будет поле обязательный крайний срок, то поставят просто 20-й год и все? Нет, но те компании, где это не хотят делать, то есть не хотят, и где нет возможности, например, то можно не включать просто. Ну это философский вопрос, он скорее не про технику. Сделать можно. Я хочу напомнить, какими задачи были в начале, когда появились. Их можно было ставить только сотрудники, руководители. У нас как-то учитывались очень жестко права. Нельзя было в горизонталь поставить. Там нужно было принять, не принять. Мы уже проходили некоторые сценарии, которые на первый взгляд казались логичными, но в большинстве своем сильно усложняли коммуникации. Отнимать, убирать вот эту демократию ни в коем случае нельзя, потому что на многих компаниях это отлично работает. Но бывают ситуации, когда нужно, чтобы менеджер проставил обязательно срок. Я вам Антону предлагал ставить срок всегда неделю. Плюс неделю от даты или там плюс месяц. По умолчанию. Чтобы дата была. Ну ладно, это вопрос дискуссионный. Давайте мы как раз на митинг-поинте. Давайте еще один-два вопроса. Здравствуйте, Виктор, компания UCD Micros. Мы являемся многопрофильной организацией. Кроме разработки веб-сайтов, есть типографии, учебный центр, продажи и что-то другое. Мы не можем нормально внедрить CRM по причине того, что поля отличаются достаточно сильно в каждом направлении. Поля, затем статусы, какие-то другие. Что-нибудь будет двигаться в этом направлении? Я не очень понял вопрос. В смысле отличаются? Поля отличаются смыслом, что для типографии необходимы одни поля в той же самой сделке. Для учебного центра другие поля. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Это достаточно сложное изменение внутри CRM, пока это не планировалось. Я понимаю, что вы хотите. Вы хотите, чтобы внутри можно было ввести разные движения по каким-то вещам. То есть для типографии там будет три статуса. А, ты имеешь в виду разные статусы, в зависимости от продуктов. Да, да, в зависимости. Там как бы несколько продуктов внутри CRM. Это создать несколько этих. Форма другая для разных продуктов и так далее. Есть достаточно простое решение для этого, которое мы как бы просили сделать, писали об этом. Поля в любом случае создаются для всех отделов, но сохраняется некий набор полей и как-то связывается с отделом. То есть некий шаблон полей. Он должен быть с отделом или с товаром связан? С отделом. Там не обязательно с отделом. Он должен все-таки быть именно как продукт заведен, как шаблон, который ты используешь. Ты заходишь в CRM в любую сущность и говоришь, я хочу по вот такому шаблону создать эту сущность. То есть у услуг одни сделки, у структуры, у товаров другие. Мы это тогда обсуждали. Давайте пообсуждаем. То есть понимаем потребность, кажется она сложная в реализации, но может что-то найдем относительно простое. Потому что запросы такие поступают. Есть сохранение полей, индивидуальное сохранение полей. То есть я могу для себя настроить пять полей, которые мне нужны. Но если была возможность сохранить и использовать другими сотрудниками, вот это было бы удобно. Индивидуально это и был компромисс как раз таки в этом плане. Единственное, что там статусы нельзя никак использовать. Статусы там обходной путь есть. Можно просто напихать больше статусов и договориться, что промежуточно используются, не используются. Давай подумаем. Может они реально будут все, но мы просто научимся их фильтровать, не все показывать при определенных условиях. Пожалуйста, вопрос. То есть делаем виртуальные статусы под множество. Пожалуйста. Александр Брыжик, Московский технологический университет. В последней презентации, которая называлась Мадагаскар, говорилось о том, что будет… Чуть-чуть ближе микрофон. Будет реализован функционал, когда сотрудники будут отображаться, иконки сотрудников будут отображаться в портале. То есть там была даже показана панелька, что вот там… А, справа. Да, справа. Да, да, да. Да, вот было. Вот вопрос следующий. Даже не когда это будет сделано, а вопрос следующий. Будет ли такой еще предусмотрен функционал, когда отсутствующий сотрудник в данный момент, когда иконки его нет, он на портале не присутствует, но при его подключении, портал, он высвечился. Но когда организации очень много сотрудников, то зачастую необходимо с кем-то, что называется, пересечься или состыковаться. Но надо его поймать, когда он появится. Но даже вот есть такая проблема для университетов. Найди преподавателя. Так что должно произойти, когда он пришел в онлайн? Сторож. Вот значит, есть такое понятие в трендинге. Поплавочек. Когда его ставишь, и когда человек появляется, вот этот перечень… Ну если вы ему напишите сообщение, оно же доставится, что он в оффлайне. Ну дело в том, что оно останется. Но он не хочет отвечать. Надо его догнать. А вопрос решить надо. А его надо догнать. А особенно для этого очень важно для университетов и госучреждений. Ох, эти госучреждения. Коллеги. Да, мы завершаем. Сейчас у нас будет кофе-брейк. Перед кофе-брейком у нас будут митинг-поинты. Во время митинг-поинта я объявлю, кто за что будет отвечать. У нас всего будет 10 столов, 10 тем. Евгений Шлинков у нас будет отвечать за телефонию. Отвечать на вопросы про телефонию. Леша Кирсанов, Алексей Кирсанов про бизнес-процессы и магазин. Олег Строкат и протестирование, качество и контроль и автоматизацию. Евгений Петриченко, мобильное приложение. Юрий Волошин, магазин, СРМ. Ну по-моему вообще все. Телефонии, планы и так далее. Александр Демидов, архитектура, облачная инфраструктура, отказоустойчивость, нагрузка и так далее. Денис Шаромов, техподдержка, производительность, установка и так далее. Максим Смирнов, советы по использованию модуля инфоблоков, консультации по производительности. Александр Сербул, машинное обучение и большие данные. И Вадим Домброван, архитектура D7AP, организация, разработки, да и вообще все.